Сейчас мы поедем за укропом. Дикий укроп, который растет в лесу, в полянках, в лесу. И все это в шаговой доступности от нашего дома. Сейчас мы свернем налево в такой лесочек. И будем собирать травку. То есть укроп. Лесной укроп. Самый настоящий, который только есть. Он очень ароматный. Экологически чистый. Да. Обычно мы его всегда очень много вот так вот запасаемся, срываем. Потом мелко-мелко... Ну, конечно, сушим, мелко режем по пакетикам. Просушиваем. Просушиваем. Просушиваем, мелко режем в пакетике и в морозилку. И у нас всегда вот вдруг, когда вот забываешь купить или не попадаешь в магазин, а у нас всегда в морозилке лесной укроп. И что очень хорошо, когда обычно делаешь какие-то соленья, маринады, я его всегда использую. Он очень ароматный. Когда я вот мариную помидорки или солю огурчики, я всегда использую этот укропчик. Он всегда у меня под рукой. И никогда я не задумываюсь о том, есть у меня дома свежий или нет. Морозилки всегда есть. Это промзона города Мадеина. Стараются. Какая-то жар птица. Жареная птица. Раньше мы сюда всегда за грибочками ездили. Но из-за того, что, как говорится, город растет и вширь, и ввысь, и вширь. Тут очень много понастроилось всяких предприятий, каких-то промышленных объектов. Но уже мы сюда перестали несколько лет ездить за грибами. Раньше тут были и рыжики, и маслятки, и даже ясные шампиньоны. Это сосны, да? Кедры, сосны, сосны. Куропатки берут по дороге. А, да-да-да, вот они. О, тетю побежали, побежали. А вот мы приехали на Сашину работу. Вот это Сашина работа. Пчелиная работа. Я посмотрю, сейчас есть укроп или нет. Есть, может, чуть-чуть. Вот есть укроп. Есть укроп? Да. А ну-ка, покажи. Вот он, какой укропчик. А, так мы и сейчас на салатик. У нас есть дома огурчики, редисочка. А, сейчас можно такой весенний салатик сделать. А вот сколько его, и вот тут вот, Саш, смотри. Вот тут вот много. Вот он свеженький, молоденький. Угу. Ой, даже вот я прям слышу этот запах обалденный. Запах укропчика. Угу. Саша, а что вот это за белые цветочки впереди тебя? Вот эти? Цветы белые. Цветы белые. Ну, я сейчас тогда покажу вам цветочки. Пока вон Саша собирает укроп. Ну, это горчица. Я вам уже показывала ее не один раз. Вот ромашки. Вот ромашки. Вот такие вот желтенькие тут цветочки. А вот это беленькие какие-то. Ну, на сколько. И горчица желтая. Вот. Покажу вам это место красивое. Вот целое ромашковое поле. Вот ромашковое поле. Это клевер, я вижу. Да. Вот это клевер. Такой вот розовенький. И вот какие-то белые цветочки. Вон там дальше я вижу красные анимоны. Ну, вот такая красота кругом. Вон пчелки там летают. Вчера мы увидели, что кто-то в фейсбуке выставил фотографию наших улев и наших пчелок. Ну, надо ж такое. Значит, кто-то по нашим следам тоже гуляет. Вот в этих бочках водичка для пчелок. Так, ну что, Саша тут в зарослях. Укроп рвет. Я туда дальше не пойду. Я сегодня на каблуках. Я не знала, что мы в такие места заедем. Просто погулять выехали. Ой, какой букет у тебя роскошный. Ой, какой букет. Это еще не 8 марта, но очень душистый. Ой, аромат. Прекраснейший аромат. Понюхай. Прекраснейший. Ну. Перешок вообще пахнет. Да? Ой, красиво. Вот такой букетик зеленый, роскошный. Сейчас приедем домой, покажем, как их сохранить в таком виде. И салатик сделаем. У нас есть огурчики, редисочка. У нас есть капусточка кальраби. Вам не выражать. Да? Вот такая наша февральская природа. Я подойду чуть-чуть поближе к пчелкам. Близко не буду подходить. Я повторю, что я сегодня на каблуках. Мне сегодня не очень удобно. Вот так я приближу. Покажу, как наши пчелки трудятся. Вон их сколько. Вот такой наш лес. Мадеиновский лес. Вокруг города Мадеин этот лес. Очень красивый, живописный. Налетай, торопись. Покупай, живопись. Вся эта весна. Вот эта весна, это настоящая весна, правда. Это пока еще до апреля. Можно любоваться вот такой вот красотой. Но уже в апреле ничего этого не будет. Кто хочет приехать в Израиль, приезжайте в такой период. Именно сейчас. Да. Потому что начиная с апреля и до сентября, до октября. Покупаться тоже можно покупаться. Потому что 25-27 градусов на улице. Просто от палящего солнца потом все это сгорит. Превратится в такое желтое сено. И ничего такого уже красивого не будет. Будут сплошные желтые выжженные поля. А вот сейчас можно любоваться. И глазу приятно. Так что, кто хочет, приезжайте. Вот это город впереди. Это Мадеин. Вот такие вот абсолютно новые районы. Там высотки. Очень красивый город. Домой за них не добраться. Все за укропом. За укропом? Ой, боже мой. Вот как только ты что-то показываешь. Все, за на следующий год исчезнет все. Да, вот ты дорогу в лес показал. Посмотри, уже не проехать, не пройти сколько машин. Уже улицы твои в лицо знают. Уже тоже их фотографируют, выставляют. Я уже сказала, что в фейсбуке одна выставила наши ульи с пчелками. Я говорю, все уже ходят по нашим следам. Ну вот на сегодня наша прогулка закончилась. Сейчас поедем домой готовить салатик из этого укропчика, который мы нарвали. И покажем, как мы его будем сохранять. А пока все. Смотрите нас, оставайтесь с нами. Пока-пока.